всем доброго времени суток уважаемые ну и вы все сразу же поняли как вы увидели нашего эксперта по лодкам дальневосточным скажем так димона сегодня мы снимем для вас еще очень интересное видео видео будет обстоять вот в таком вот формате опять же наш наша аляска и мы будем устанавливать транец производства компании 7 мы будем устанавливать на лодочку ну и соответственно промерять смотреть и думать как это все и для чего для чего сделано швеллера на этом транс и для чего прорези выпал выполнены все такое прочее цена вопроса этого транса по моему четыре с половиной рубля 4 600 у нас хабаровский поставить среднем десятку настроить мы уже приготовили приготовлю швеллера прикрутили их нам что осталось сделать осталось их поставить сюда где вот а вот теперь самые интересные моменты объясни пожалуйста вот зрителя тут смотри как тот ранец он как будет так вот разделен для чего ты лишь его швеллера дали на поставить без швеллеров у нас перед этим мы ходили перед этим у нас не было этих швеллеров мы ходили под двадцаткой у нее насадка канадская смейл то есть насадков нас насадок водометных три вида смайл медиум и большая самая большую я даже не помню помню как она называется никогда не вспомнил не пользовался в среднем насадки народ использует на судно тридцатках на сороковках это который медиум средняя насадка она улитка большого размера и если ее сюда вот так вот поставить как у нас на двадцатке стояла до плотную она же такой вот на формы грубо говоря овальной и сюда ты повернул налево тебе надо повернуть она повернется направо она упрется в какой-то из этих баллонов ну да то есть она будет вот убери дим траниц вот то есть видите вот это вот миссия на вот эта улитка будет это упреться да она будет до будет мешаться и да и компания сибривер это специально я предусмотрела до этот момент для этого как раз таки используется вот эти швеллера то есть у нас уже отнесет будет мотор и насадка будет ходить вот здесь вот сюда наверно уже вот с такими швеллерами можно будет повешать полтинник ну так то да в теории полтинник нет в теории то да ну по паспорту если память не изменяется до максимум тридцатка вешается ну тридцатка у тридцатки средняя насадка на большого размера да 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 потому что было такие моменты есть и когда я заворачиваешь там допустим максимально направо она вот тут начинает об этом баллон тереть она же улитка выполнена такой капли вот здесь надо вы нас больше и когда мне кажется она даже наверно будет я баллоны даже вмешаться да да я вам честно скажу уважаемые зрители но зима сейчас эту ситуацию смоделировать не будем потому что у нас сейчас прям под рукой нету тридцатки до чтобы подвесить это подкинуть но кстати на официальном сайте компании сибривер там у них есть тест данной лодочки они там ходят по тридцаткой по тридцатке помню по себе да у димы тоже была отрицатка suzuka 30-ка была в этом выпилил кафанеру и вот заваливал немного угол раз сюда ну чтобы оптимально строя была на даже мотор немного раз там какой-то килеватт задать ему ну да 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 задать ему угол и когда ты дифферент так называемый если уже ну да да палочки переставил соответственно вот она трет где-то улитка вот она здесь трет и прижимающие сюда здесь они выполнили этот момент и вот еще что удобно есть вот эти вот прорези дима покажи пожалуйста да то есть мы можем сразу же вот видите отрегулировать высоту в нескольких направлениях причем да вот здесь вот можно отрегулировать и можно отрегулировать на самом трансе можно отрегулировать на самом транса вот это для чего сделано в принципе могут многие люди могут сказать вопрос а зачем еще на трансе она транс это как раз наш случай если мы будем использовать там с малой водометной насадкой именно как у нас на suzuki 20 до то вот мы как раз используем без швеллеров да то вот именно нам придержали до полкную прижали все и мы вот так вот это будет выглядеть обещали его мы уже сам сам танец мы можем двигать туда-сюда вверх-вниз можем использовать его и под винтовым мотором максимально пустили вниз подогнали дает тоннель а вот это кстати дима интересный момент можно уже транс даже не снимать я со взял его опустил под винта и все дастил до подвин потому что бывает рыбалки какие-то у нас не зови крик где можно обадами то не использовать а можно использовать винтовой мотор с редуктором его небольшую защиту для винта снизу ну чуть-чуть приподнял под туннель его подогнал и он в тоннеле он будет работать мотора нет народ видимо она вот на полу лежит вот видно да видите тоннельчик и думаю всем как бы видно да сколько там два пальца дима до где-то 5 сантиметров примерно 5 сантиметров ну-ка у тебя есть что-то померить ну-ка давай дима мы же должны быть точными нет ну так примерно на скидку да вдруг какой-то зритель скажет ребята вы тут заколебали короче ну-ка давайте как короче это лодка накачанная лодка накачанная ну-ка димон за если по трансу то смотри нет но ты правильно ставь да вот если вот так туда вот так надо смотреть да вот мы взяли более точный метрологический инструмент для измерения единиц вот так она проходит смотри прям даже еще выше да вот она уперлась в туннель вот она в туннеле 4 сантиметра четыре с половиной чуть я думаю что это все-таки 5 5 до 5 сантиметров ну что тут горит дима специалист глаз алмаз то есть видите уважаемые зрители ориентировочно тоннель глубиной 5 сантиметров вот ну я еще что от себя добавлю действительно очень удобно если вы не хотите скажем так заказывать этот ранец фирме в хабаровске у нас стоит такая как бы сказать чтобы поставить такой транс чтобы вам прикрутили кротки 10 тысяч рублей то конечно за 4600 это лучше взять сразу же в этой же фирме которая выпускает дальную лодочку сибривира я тоже не стал париться сразу же это все приобрел вот и все фанера баклированная водостойка так ну что у нас в принципе тридцатки перспективе на этой лодке использовать нет поэтому мы показали как как для чего эти швейера откручиваем примечательно что что швейера из алюминия идут соответственно в комплекте комплекте с болтами то есть болты и все это как бы стал прикрутил как это работа не плакан play подключила играть до ништяк нам это не нужно у нас 20 . у нее насадка маленькая и у нас она все прекрасно встанет без швейеров еще наверно что я бы думал про вот это вот относ от вынос транса вот на на 10 сантиметров наверное еще надо будет сюда ставить пластину она у них по моему есть есть такая пластина которая нам позволит скажем так продлить продлить тоннель отнесет отнесен то есть на 10 сантиметров есть вот такая вот еще пластина у них как простонародье у нас ее называют интерцептор по вода да и мальчик да да еще какие-то ридановые пластины название много но я так думаю что мысль у нее одна да она закрывает и а вот это вот расстояние прикрыть чтобы не брызгала и чтобы вот здесь поток воды к она прям поверх интейка будет и как раз когда у нас наш вели рак будет это вынесено расстояние то как раз вот именно она как бы будет вот под этим вот вот у них кстати лодки а боками есть там вот эти вот интерцепторы есть у них мне больше нравится вот такая конечно установка кстати отверстия в транс у них были в стоковом режиме в стандарте как лодочку мы приобрели сразу же вот эти отверстия уже были уже все было вымеряно все было сделано вот это кстати уважаемые зрители очень важно потому что чтобы голова не болела я люблю такие дима моменты когда все коннектится и не болит голова согласен согласен потому что надо тут лишние дырки тоже они не нужны должно все вкручиваться вплотную все плотно чтобы было так достаточно плотно не болталась и ничего резьбе вот кстати вы это можете наблюдать что дима это руку сразу не может туда продвинуть а вот закручивать да да он закручивает как по резьбе сразу же в шайбе пожалуйста чтобы лишняя вода в транс не попадал потому что проник начнет гнить ничего хорошего в этом нет где-то в один прекрасный момент кстати дима это ты ты говорил что это фанера какая-то такая да то есть фанера хорошая фанера вот за год использования мы видим что ничего не прогнило не начало гнить ничего то есть видим что фанера какая-то бакелитовая дима говорит специальная да что водостойка фанера кстати у нас по моему с этим сейчас дефицит преобладает на рынке больше китайская она такая слоеная мне как-то попадался лист слышал то у меня кстати на гольстриме на транса которую я заказывал короче слышь его там уже за четыре года раздуло он там воды напитал и он уже такой мы тут с андрюхой как-то уже на третий сезон а даже на второй сезон лодку достаем давай этот водомет накидывать хлоп короче открутил максимум эти блин барашки а он не влазит да ну нафиг блин да фанера воду напитала и и это еще за эти деньги за бешеные у нас кабаровске вот вот этих местах транс обычно отваливается вот если вот здесь вот напитывает лента кстати плюс плюс плоского дна но все проклеено и вот здесь ну кстати сезон от рыбачили дим как тебе ото качество за ликоту посмотри она до сих пор вот здесь самое наверно больное место да 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 самое больное можно она все проклеено и тут тут не подберешься потому что если вот но типа матрас вот на гостри на наших гольстримах любимых на саларах раньше было так вот там раз да и на этих волосами и вот они вот тут пытаются его приклеить она отстает и вода всегда собирается и ну да потом доходит до транса и гниют ранец тут он здесь этих здесь это вот я смотрю а ну ровненько это все приклеено ровно просто ну пвх-шка приклеенная жесткой приклеен и такой уголок он даже вот за год использования все так ну да да то что были выходили на нем у нас были прохваты подняли максимально высоко были прохваты кстати надо сказать один маленький секрет для уважаемых зрителей мы с димой короче как эту лодку купили короче как мы выставили водомет но первый раз и мы зимой по моим прошлом году выставили да да и бы и больше быть ничего не делали то есть вы даже не проверить вот как первый раз на глаз выставили и даже не пытались регулировать так мы короче сезон весь и закрыли лодка лодка шла у нас подхватывала где-то на каких-то моментах переход да на волнах да у нас как бы в целом все устраивает воздух подхватывала груженая шла хорошо один я на ней гонял она вот да вау 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 это гавкала где-то на этих на волнах да на волнах а груженая прям вообще как надо груженая шла хорошо я вот сюда были туда дальше пересаживался и вроде оно шло нормально где-то на поворотах газ скидывал вот это вот да мне вот прям нравится что она закручивается прям вплотную слышь блин ты знаешь такое ощущение что прям вообще точность как метрологическая логически точно да метрологически точно да лучше закручивается чем она там будет хлюбать да 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 набирать лишнюю влагу дал абсолютно верно им согласен и заколачивать тоже лучше лучше все-таки не полениться пальцами закрутить чем заколачивать выколотишь щепу из этой и будет вода попадать да будет там прийти еще вот кстати уважаемые зрители видите дима сдает сразу же совет то есть лучше закрутить вот так вот ключом по резьбе чем это все там молотком ударить чтобы там щепу все это выдавило и получился зазор и туда будет попадать вода то есть лучше не полениться сделать вот так как дима рекомендует немного надо подтянуть снова не обжата у нас ну косынка вот этого того тут которая защищает от забрызгивания вот эта косыночка тут в черте за шайбу еще ставятся да она у нас это так все вплотную ну вот уважаемые зрители видим что уважаемый эксперт дима заканчивает работу а вот если так сказать дима какую только своей жизни работа не делает ну вот я ее наживил смотрю что есть у нас прорези даже от ранец поднять поднять примерно где-то на сантиметр доходим можно да нет да нет больше сантиметра дворая надим как минимум у даже смотрит а да наверно два относительно оси вот этой вот двушка это вот очень удобно от избавиться от прохватов при движении ну скажем так точно выставить водами уда приехал ты на на речку только собрал все поставил вроде попробовал на амуре лодка бежит приехал на дрон на горную речку а там уже вода другая течение другую буруны у тебя начинаются прохват или нога ослабил до поднял опустил много не надо теории там хватает а для водомета там ты знаешь нас я скажу когда вода метр регулируется он регулируется в пределе сантиметра практика показывает для водомета сантиметр это уже нормально поднял опустил все и затянул как и вот кстати подытожим уважаемые зрители наше видео концу видим что в комплекте с данным трансом имеются швелера под более большие насадки как рассказывал дима также для более слабых насадок мы можем просто снять швелера поставить вот таким вот образом транец болты у нас есть в комплекте все это стоит в районе 4600 у нас хабаровске это стоит в среднем десяточка настройка лодки настройка лодка до десятка здесь мы можем сами все это сделать за минимальные деньги а единственная я порекомендовал еще такую купить как она у них правильно называется эту пластину ну да 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 продлить у нас там интерцептор интерцептор да спойлер интерцептор интерцептор интерцепторы наверное будет это правильно да ну кстати на Абаканах у них есть а вот на Сибриверах я у компании Сибривер на Абаканах есть вот этот интерцептор а вот на Аляски Бот я не видел ну я думаю это мы уже с Димой сделаем уже а это такой да небольшой уголок да 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 и под него заходит винтейн водомета за не было прохвата . вот так вот она туда к этому же с димой сделаем сами у нас 20 будет стоять она вот так вот мы ее сможем поднять опустить чтобы не было прохватов а двадцатка стоит здесь прекрасно у него небольшая улитка она вот малая да у нее самая маленькая улитка и она как раз прекрасно на этом транце стоит и кстати и кстати что интересно но вот уже сталкиваюсь таких моментов что вот этот ранец он у нас конъектица и с ногой типа с с маленькой ну да и типа там эль да по моему пусть леску ли морская да да то есть если у вас водомет стоит скажем так с эска и с элькой да ну вот это вот ногой да то вот этот ранец все эти регулировки вам можно просто сюда вы перестали да 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 то есть это все можно сделать все отрегулировать и так и так ну вот уважаемые наше видео закончилось все кому понравилось ставить палец вверх да подписывайтесь на наш канал делитесь этим видео с друзьями до свидания до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok да 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 и